Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Выполнить гражданский долг и определить судьбу страны на ближайшие годы. Завтра в России начнутся выборы президента. Его имя для жителей Самары является символом эпохи. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Корякина, бывшего директора завода «Металист». 10 лет назад в марте жители Крыма проголосовали за присоединение к России. В Самаре в честь Крымской весны состоялся праздничный концерт. Оптимизм и сила воли, которые заставляют двигаться дальше. В Самаре прошла спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс по плаванию прошел в новом бассейне в Куйбышевском районе. Тренер спортивной школы Олимпийского резерва провела занятия для всех желающих. Завтра, 15 марта, по всей России в 8 утра откроются избирательные участки. Начнется трехдневное голосование на выборах президента страны. Выборы проходят в России в восьмой раз. Их итоги повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Все граждане 18 лет и старше должны выразить свою волю и отдать голос за одного из кандидатов. Также в этом году уже в четвертый раз пройдет всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. Оно проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк, площадь, бульвар можно в дни выборов в пунктах голосования. Губернатор Дмитрий Азаров сегодня провел заседание Совета по культуре и искусству. В нем приняли участие главы муниципалитетов, руководители государственных и муниципальных учреждений культуры, представители образовательных общественных организаций, творческих союзов Самарской области. Губернатор напомнил, президент Владимир Путин на этой неделе поручил подготовить предложение в нацпроект по воспитанию гармонично развитой личности на основе традиционных российских ценностей. Этим еще раз подчеркивается значимость развития сферы культуры и искусства, важность роль каждого работника этой сферы в воспитании у россиян любви к родине, ответственности за ее судьбу, подчеркнул Дмитрий Азаров. Проехать в общественном транспорте Самары по-прежнему можно будет со скидкой. Пассажиры смогут сэкономить на поездках в ближайшие три месяца. Льготы действуют для владельцев карт жителя Самарской области. Подробности в нашем сюжете. В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам для пассажиров. Если приобрести сразу несколько поездок в общественном транспорте, на каждый можно сэкономить от трех до шести рублей, учитывая, что стоимость оплаты наличными составляет 38 рублей. Выгодные предложения по пакетным тарифам предусмотрены только для держателей карты жителя Самарской области. Оформить ее может любой желающий. В ближайшее время у нас будет заседание тарифной комиссии, где мы выходим с предложением о продлении вот этой вот акции, продлении срока действия пакетных тарифов еще на три месяца. То есть они будут действовать также в апреле, в мае и в июне. Мы будем выходить с инициативой, чтобы каким-то образом более льготные условия предусмотреть для пользователей, чтобы повысить привлекательность этих пакетных тарифов. Возможность воспользоваться льготами появилась у самарских пассажиров в январе 2024 года. Жители города преимущество оценили. Да, с января пользуюсь. Она мне помогает сэкономить на проезде. Очень удобно. Я считаю, это удобно, потому что я беру поездки оптом, потому что на работу с работы езжу на транспорте, плюс выходные куда-нибудь по делам. И я экономлю достаточно приличную сумму денег. Конечно, помогает, потому что я постоянно передвигаюсь по городу, с друзьями гуляю, они у меня все в разных районах живут. Плюс я езжу на учебу, и да, я считаю, что это хорошо, что такие тарифы продлевают, потому что это помогает экономить деньги. Активировать пакет акций можно в любой день. Сегодня действуют четыре вида тарифов на 5, 10, 20 и 40 поездок. Чтобы активировать предложение, необходимо зайти на сайт. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. В Самарской городской думе прошло заседание комитета по образованию с участием представителей общественного совета и молодежного парламента при законодательном органе. Парламентарии обсудили работу спортивных площадок при школах, в скверах, в парках и на набережной. Подробнее в нашем сюжете. Следить за тем, чтобы установленные спортивные площадки реально работали. С такой целью самарские депутаты совместно с профильными службами на протяжении всей зимы проводили выездные проверки деятельности катков и спортивных объектов. Проверяли как пришкольные территории, так и общественные пространства. Если выявляли недочеты, то направляли задачи их исправить. Работу продолжат и дальше, поскольку большинство площадок всесезонные и могут использоваться круглый год. План действия обсудили на заседании профильного думского комитета. Есть справедливые претензии, как показывает практика, что не на всех площадках у нас порядок. Поэтому мы с тем, чтобы никого, как говорится, не обделить вниманием, не обидеть, пригласили молодежный парламент, общественный совет, депутатов районных советов, всех заинтересованных лиц с тем, чтобы площадки работали. Также на заседании обсудили реализацию в городе различных муниципальных программ, направленных на поддержку здорового образа жизни у самарских детей. Программы помогают получать дополнительное образование, особенно в сфере культуры и спорта. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Его имя для самарцев является символом эпохи. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Корякина, бывшего директора завода «Металист». Елена Чернявская встретилась с семьей известного самарца. Это, видишь, папа на субботнике, на заводе. Если бы Борис Корякин был долгожителем, то 14 марта ему исполнилось бы 100 лет. Но судьба отмерила ему всего 64 года. Почти треть из них была связана с заводом «Металист». Сегодня мы отмечаем большую дату, 100-летие отцу. За этим стоит его большая трудная жизнь. Деревенское детство. Затем в ФЗУ. Профессия столера-краснодеревщика. Затем война, фронт. После этого Куйбышев, авиационный техникум, институт, слесарь, мастер, начальник цеха, парторг, а затем генеральный директор. Человек-глыба. Так его называли те, кто был с ним знаком. Директор завода «Металист» с 1969 по 1987 год. Под руководством Бориса Корякина «Металист» сделал свой самый мощный рывок в производстве авиационной и космической техники. На заводе были значительно увеличены объемы производства. Проведена реконструкция производственных мощностей. За те годы, что Корякин руководил предприятием, большое внимание уделялось социальным вопросам. Было построено более 1600 квартир для заводчан, санаторий-профилакторий, пионерский лагерь, дом отдыха, спорткомплекс «Заря» и много других значимых объектов для города и его жителей. Был построен первый в городе подземный переход. Установлены два памятника. Один Кирову Сергею Мироновичу, второй Чапаеву Василию Ивановичу. В селе Чапаево, Албищенске, Уральской области, построены два филиала завода. В Уральске и здесь у нас в области в Похвестнево. Существенно изменен перечень продукции, выпускавшейся заводом «Металлист». В конце концов, предприятие вошло в авиационно-космический кластер нашей страны. Борис Ивановича любили люди, рассказывает дочь Татьяна. И он их любил. Был эмоциональным, чувствительным человеком, увлекался рыбалкой, охотой. Но всегда, как бы не был занят, уделял время своей семье, жене Ниночке и детям. Так я и выросла с тем, что папа может все. Все папа может. Папа делал подарки, организовывал праздники. У него столько было энергии. Он отдавал. Ему хотелось отдать людям. Хотелось сделать людям что-то хорошее. Это в большом таком понимании. Но в семье-то это тоже все это было. Показывая фотографии из семейного альбома, сын Владимир вспоминает отца, который для него был не только авторитетом, но и примером по жизни. Другом. Лучшим другом. Я называю его человеком сильным, умным и добрым. Где-то с 10-11 лет я вел с ним постоянные беседы каждый день, час-полтора, о литературе, об искусстве, об истории нашей страны. И получал все необходимые ответы, которые беспокоили тогда молодого человека. В 18 лет Борис Иванович занимал должность директора завода «Металист». Наряду с многочисленными наградами в 1984 году Борису Корякину присвоено звание почетных гражданин города Куйбышева. В честь Бориса Ивановича назван переулок. Находится в советском районе города Самары. На доме номер 7 памятная табличка. В результате был переименован переулок «Сад совхозный». Он небольшой, между двумя улицами с чудесными названиями. 9 мая улица Советской армии. Хотя, конечно, и даже то, что улицы носят и тип называется переулок, это тоже приятно. Здесь звучит что-то деревенское и вполне уместно. Там люди живут. Люди живут. Те, которые работали на этом заводе, которые получили эти квартиры с такой радостью. Поэтому это хорошо одним словом. Почетный гражданин города, заслуженный металлург, директор завода «Человек» с большой буквы. Его достижения и по сей день служат Самаре его жителям, а переемники продолжают его дело. В день столетия Бориса Ивановича Корякина вспоминаем его заслуги и чтим память великого деятеля. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. 30 самарских школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта в зале заседаний Самарской думы. Все они отличились в учебе, спорте или творчестве. Поэтому их и пригласили на торжественную церемонию вручения документа, который делает их полноправными гражданами России. Подробнее в нашем сюжете. Победители спортивных соревнований, интеллектуальных викторин и творческих конкурсов. И всем им только 14 лет. 30 отличившихся самарских школьников со всех районов города собрались в зале Самарской думы, чтобы получить свои первые паспорта. Среди них Ярослав Рыжов, ученик 16-й школы. Он регулярно играет в «Что, где, когда», а также активно участвует в жизни своего учебного учреждения. Учеба у меня хорошо, отлично получается. Поэтому мне очень нравится заниматься другими делами, помимо учебы. Участвую во всем, что можно. Такое торжественное вручение первых паспортов лучшим школьникам проходит ежемесячно. Организаторами важной для ребят церемонии является Всероссийское молодежное движение первых. В этот раз поучаствовать во вручении пригласили депутатов и членов проекта «Навигатор детства». Мы уверены, что ребята будут ценить именно тот статус, который они сегодня приобретают. И это будет их таким важным первым документом. И действительно залог ответственности как будущего гражданина, уже теперь официального, нашей страны. И, соответственно, некое такое чувство гордости. И в то же время чувство долга и ответственности. Нам очень приятно, что к нам обратилось движение первых и провести такое мероприятие здесь. Много мы что здесь вручали. Вот, очень ответственные мероприятия проводили и проводим. Но это тоже впервые. Ну, а ребятам с новым документом, большую взрослую жизнь. Вместе с паспортами ребята также получили полезные подарки. Обложки, чтобы паспорт лучше хранился, а также канцелярские принадлежности, чтобы продолжать творить, записывать свои идеи и улучшать свою успеваемость. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. В Самарской филармонии прошел концерт, посвященный десятилетию вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Исторический референдум, на котором крымчане приняли это решение, состоялся 16 марта 2014 года. Концерт организовала администрация Самарского района для активных жителей. Музыкальную программу подготовил Самарский концертный духовой оркестр. В зрительном зале побывала и наша съемочная группа. Севастопольский вальс – песня о природе Крымского полуострова и о событиях, которые пережил регион. Эту специальную музыкальную программу подготовили музыканты Самарского концертного духового оркестра для концерта, который посвящен десятилетию референдума, по результатам которого Республика Крым вошла в состав России. В этот раз здесь есть и песни про Крым, и про Севастополь, и про природу Крыма, и про географию Крыма, и про военные события и военные кампании, которые были в Крыму. Поэтому программа очень грандиозная, очень масштабная, и я думаю, запомнится надолго. Концерт к десятилетию вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации в Самарской филармонии был организован администрацией Самарского района. Наше мероприятие посвящено сегодня десятилетию воссоединения Крыма с Россией. И вы знаете, на их воссоединение, единение прошло красной строкой при подготовке нашего концерта. На концерт были приглашены самые активные жители района, а также выдающиеся представители муниципальных учреждений и организаций. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Четверг масленичной недели в народе называют «разгуляем». Это самый шумный и веселый день празднования. Если до сих пор посиделки с блинами были локальными, то с четверга начинаются масштабные гуляния. Широкая масленица. Как отметили этот день в Самарском дворце ветеранов, расскажет Светлана Кудрявцева. Деревки, деревки, четыре двора, четыре двора из ворот дворота. Широкий четверг или «разгуляй» – время веселья, танцев и общения. Наши предки верили, что именно в этот день зима начинает окончательно уступать место весне. Люди старались провести четверг весело, чтобы привлечь благоприятные изменения в свою жизнь. Поэтому в этот день принято устраивать обильные застолья с блинами, символизирующими солнце. В Самаре праздник для всех желающих организовали Дворец ветеранов и городская организация общества инвалидов при поддержке администрации города. Это возможность провести свое время интересно, в кругу друзей, поесть блины, пироги, пообщаться, повеселиться. Что такое масленица? Масленица – это возможность зарядиться прежде всего энергией, взять ее из наших корней, из наших истоков. И с тем, чтобы эта энергия помогала жить, менять жизнь к лучшему, не только свою, но и своих друзей, знакомых. Дворец ветеранов и общество инвалидов организовали конкурс «Маслен». Его впервые провели в прошлом году. В этот раз 11 общественных организаций изготовили традиционную масленичную куклу. У нас есть положение, какая должна быть маслена. Это не просто вот я захотела и сделала куклу. Она должна быть по определенному параметру. Много разных нюансов. Поэтому не только внешний вид, но и именно, чтобы это было выполнено по стандартам. Победителем конкурса «Масленок роса» стал коллектив школы-интерната номер 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Всех изготовителей масленичных кукол наградили дипломами и подарками. Все собравшиеся смогли попробовать традиционные угощения, поиграть, спеть и станцевать. «Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей». Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. В Самарский храм в честь святителя Спиридона Тремифунского из города Муром привезли мощи Петра и Февронии. Эти святые в православной традиции являются примером идеальной христианской семьи. Согласно преданию, супруги любили и уважали друг друга. Жили без обмана в мире и согласии. Православные перед мощами обычно просят крепости брака и семейного благополучия. Сегодня мы когда говорим про святых Петра и Февронии, про этих святых, мы, наверное, должны у них учиться. Что сделать? Первое, прочитать их жизнеописание по церковному житию, по светскому биографии. Попробовать поставить себя на место, либо Петра, либо Февронии. Смог бы я так жить. Если что-то отозвалось в сердце, прийти к этим святым, попросить их помолиться, постоять. Кто воцерковленный, он скажет, ну надо найти молитву. Кто человек, вообще первый раз пришел, так сказать, он ничего не знает. Просто поговорить с ними, как с живыми людьми, потому что у Бога все живы. Быстрее, выше, сильнее. В Самаре прошла спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ней приняли участие 8 команд из разных районов города. В каких дисциплинах состязались спортсмены и какая она воля к победе. Расскажем далее. Участница спартакиада Юлия Семенихина с детства занимается легкой атлетикой и настольным теннисом. Девушка представляет команду промышленного района. Юлия уверена, в ее дисциплинах равных ей нет и рассчитывает на победу. С прекрасными весенними чувствами занять опять золото, как солнышко. Такие мероприятия очень нужны, необходимы. Они очень реабилитируют, стимулируют. Для нас это как вдохновение. Можно сказать, мы живем от соревнований к соревнованиям. В спартакиаде принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. С нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Они соревнуются в командном зачете в нескольких дисциплинах. Настольный теннис, стрельба, дартс, легкая атлетика, плавание, арморестлинг, шахматы и шашки. В упорной борьбе шансы на победу у всех равные, признается главный судья спартакиады. Победа дается всем очень тяжело. Каждый год победители меняются. Кто ответственно подходит, те становятся победителями. По словам замдиректора Самарского центра развития физической культуры и спорта Елена Спектр, в городе особое внимание уделяется привлечению к занятиям физкультуры и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Из года в год интерес к спорту среди инвалидов растет как у взрослых, так и у детей. Мы уделяем особое внимание этой категории. Стараемся подойти так, чтобы было удобно, комфортно. Кроме программы для взрослых, у нас есть еще несколько мероприятий. Мы организуем для детей инвалидов. Недавно у нас прошел в парке Гагарина праздник для детей с ограниченными возможностями. И также зимой мы проводим физкультурные мероприятия на них, связанные со спортом, где они могут немножко подвигаться, попрыгать, побегать, проявить какие-то интеллектуальные способности. Победители спартакиады поборются за победу на областных соревнованиях. Галина Топелина, Григорий Плешаков, События. Теперь они умеют плавать и брасом, и кролем, и бутерфляем. Мастер-класс по плаванию прошел в новом бассейне в Куйбышевском районе. Тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 8 провела занятие для всех желающих. Подробнее в нашем сюжете. Владимир Людин о мастер-классе по плаванию в новом бассейне узнал о дочери. На тренировку пришел вместе с семьей. Признается, всю жизнь занимается спортом. В новом бассейне оказался впервые. И уже с нетерпением ждет, когда спортивный объект начнет работу в полную силу. С работы пораньше убежал. Ждем, скорее бы, сразу возьму бы немного. И я, и жена. Это красота, когда бассейн рядом. Плавание важно, плавание полезно, плавание замечательно в любом возрасте. Мастер-класс мне позвал брат, он здесь тоже сейчас присутствует. Естественно, не смогла отказаться от такого шанса. И обязательно пришла. Бассейн шикарный. Просто все на высшем уровне, все новое. Очень, конечно, приятно. Это уже второй мастер-класс по плаванию в новом бассейне. Его провела тренер сборной Самарской области по плаванию Татьяна Климентова. Участниками мероприятия она рассказала о четырех основных техниках плавания и провела тренировку в воде. Первый мастер-класс для жителей района провел воспитанник Татьяны, мастер спорта международного класса Александр Кудашев. Спортивный объект и сегодня откроет двери для всех желающих поучаствовать в мастер-классе «Здоровая спина». Тренировка пройдет в новом спортивном зале, который также совсем скоро начнет свою работу. И вот эту серию мы продолжаем для того, чтобы отладить все механизмы работы объекта. Напомним, что пока в бассейне тренируются только воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 8. Но совсем скоро он откроет свои двери для всех жителей. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ленинский район Самары в телеграм-канале напоминает, что уже завтра жители Самарской области смогут принять участие в викторине общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Для этого необходимо прийти в один из центров общественного голосования, правильно ответить на несколько вопросов о Самарской области и ждать улыбки фортуны. Призовой фонд 5 автомобилей, 50 поездок на выставку «Россия в Москву», 100 туров по Самарской области и 500 наборов «Мобильный турист». Администрации Кировского района сообщают, что в Самарской области этой весной ожидается мощный паводок. Приволжский УГМС прогнозирует уровень воды выше среднемноголетних значений на 55-240 сантиметров. В марте-апреле в зону подтопления могут попасть населенные пункты и дачные участки. МЧС напоминает, что жители частных домовладений также должны включиться в работу по предотвращению паводка, убрать со своих участков снег, позаботиться о животных и в случае опасности вызывать специалистов. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok